в котором есть ссылки на фотоальбомы новых книг поступивших в течение года в такую афишу можно вставить буктрейлеры один или несколько или сумме сколько вам захочется аннотации и разумеется адрес я неправильно поступила немножко по-моему зашла в презентацию слова извините и вернулась назад но это вот то что касается рассылок все вторые варианты этого предыдущего слайдов есть предмет нашего вебинара визуализированные данные то есть наглядно представленные массивы текстовой информации которые можно свернуть и показать ярко и коротко говорят что визуализ визуальная информация лучше воспринимается и позволяет быстро и эффективно донести до зрителя или пользователя как мы можем называть сейчас читателя свои мысли и идеи ведь физиологически восприятие визуальной информации является основным для человека вот если вы хотите проверить эти утверждения попробуйте сейчас вспомнить название материков ну не загибая пальцев наверняка у многих возникает в голове такая картинка или я быстро говорю или вы не успеваете визуализировать мой текст зрительные образы не создаются или вот например еще пример личный вот когда я считаю дни недели со школьной поры представляю для себя развернутый школьный дневник вот находятся такие как я засевшими визуальными образами вы можете писать в чате находится похоже немножко друг на друга да все таки но не будучи специалистом в теории визуализации я не буду они распространяться почти все данные теоретические ну все данные вы можете взять в открытых источниках достоверных источники найти в интернете для меня когда библиотекаря пожалуй тут важнее другие вопросы вот цель книги помогать создавать визуальные образы головах читатели читатели же свою очередь стремятся выразить эти образы разными средствами для чего попробуйте ответить для чего читателю читатель пытается выразить те образы возникающие при чтении его различными способами ну например чтобы лучше осознать прочитанное или чтобы поделиться этим осознанием с другими вот как вы думаете есть ответ на такой вопрос для чего же читатели стремятся выразить свои визуальные образы поделиться с другими как минимум да почему нет а чтобы осознать прочитанное лучше разве нет чтобы лучше прочувствовать да и таким образом происходит выстроить сюжетную линию возможно да возможно именно так может читатель лучше понять и происходит таким образом перед перевод одной информации из информации вернее из одной формы в другую визуализация сворачивает информацию и делает ее более доступной отлично и еще в таком случае несколько вопросов это уже будет называться на запрос теперь можно будет на них ответить а один вопрос такой значит какие виды визуализации вы используете и используете ли иллюстрации блок схемы книжной закладки плакаты макеты используете в работе с текстами книг здесь есть свой ответ если есть пожалуйста пожалуйста дайте в чате нам свой ответ именно конкретно какие виды визуализации вы используете в работе с текстами книг ну как я понимаю иллюстрации то есть если вы рассказываете детям книга вы или сами читаете для вас важнее всего иллюстрации но возможно может быть сюжетную линию представить книжные закладки как таковые плакаты и макеты книг макеты книг честно говоря я не знаю ну например можно давно не делаем как-то макеты книг но возможно это эффективный способ но я наверно останавливаю вопрос кажется все ответили но вообще-то я пропустила первый вопрос но я поняла что вы практически все используете в работе с текстами книг визуализацию осталось мне теперь удостовериться точно я поняла или нет да то есть вы считаете важным а свой ответ пожалуйста свой ответ это еще интереснее сто процентов используют но какие-то варианты существуют еще не представлены то есть либо вы используете любое не используете а свой ответ тогда что означает иногда наверное а вы бог ну отлично есть много разных вариантов спасибо за ответ и еще один вопрос и запрос не к он такой используете ли вы цифровые приемы визуализации облака слов ленты времени интерактивные плакаты инфографику ментальные карты а можно уже отвечать свой ответ как всегда интересен облака слов используют 19 человек ленты времени 16 из наших девяносто восьми интерактивные плакаты популярны инфографику меньше возможно потому что она сложнее все-таки ментальные карты достойны внимание облака слов с как я понимаю больше больше всего нравится коллегам интерактивные плакаты но вот интересно конечно в каком виде посмотреть и свой ответ и останавливаю опрос и хотелось бы вот свой ответ посмотреть все-таки какие еще виды визуализации цифровой но облако слов было у нас вариант вариант такой был не а усмотрит не умеем но это не смертельно для нас все но ничего не используем а вот какие свой ответ видеоролики но спасибо большое за то что вы ответили я так понимаю что большинство из присутствующих на сегодняшнем вебинаре знакомы с такими инструментами цифровыми для визуализации текста и плейкасты до ну вот теперь не виде опроса а в чате если можно ответить на на такой вопрос каждый насколько понимает это что можно визуализировать нот из текста работая с текстом что конкретно можно визуализировать какие данные например сюжет образы героя ключевые слова сюжетную линию героев портреты как я понимаю да главный герой и второстепенных возможно сравнения слова слова это наверное особенность речи да как понятно свои собственные впечатления очень трудно визуализировать путешествия хронологию портреты именно героев можно даже каким-то образом визуализировать сюжет сюжет предметный мир возможно да поможет лучше понять произведение место события это очень интересно время эпоху но именно портрет книги или именно в это время да или героев которые живут в это время характер персонажа даже даже голос визуализировать это конечно очень интересно короче вот получается очень большой такой диапазон всего того что можно визуализировать и причем различными способами конечно же мы работая и с маленькими детьми читателями не отбрасываем далеко и мел и карандаши и краски и аппликативный материал и все это тоже может пригодиться в визуализации но все же мы должны помнить сегодня вот это визуальная коммуникация развивается за счет электронных и цифровых технологий и если мы хотим войти в этот процесс вместе с своими школьниками читателями каждый должен четко определить для себя цель такой работы именно то что он хочет организов организовав такую работу с детьми что хочет получить и и что вы вернее что в конечном итоге получат наши дети ваши дети по результате такой работы вот я поясню немножко несколько лет назад у нас библиотеке работал клуб книгачей почитайкина и вот такой создан образ такой забавный и костюм был и персонаж был и эмблема была ну как-то знаете со временем это почитайте он не стал авторитетом устой стал менее авторитетным каким-то уже как-то не хотелось детьми детям быть его друзьями и вообще жизнь изменилась подростки собирались библиотеки чтобы узнать о новинках поделиться друг с другом впечатлениями о прочитанных книгах у нас появились электронные читательские дневники и ребят поняли что они могут делиться своими книжными находками с большим количеством сверстников и формат клуба был обновлен причем не одноразовым постепенно так постепенно обновлялся и потому как его участники учились другим приемом работы с информацией добывания систематизации обмена эстетического оформления и демонстрации результатов настоящее время они учатся создавать визуально яркие продукты привлекающие взгляды других ребят тех ребят которые заглядывают в компьютер чаще чем в книгу и вот эти продукты инфографика интерактивная карта постер лента времени облако слов как я понимаю что с многими со многими этими продуктами вы имели делаем создаете их сами и такой соответственно вы знаете сервисы с помощью которых они сделаны но большинство как я понимаю есть тот кто не знаком с ними ну и вот целью нашего вебинара будет вот как раз знакомство с этими сервисами и те кто их использует может быть посмотрит на них другим взглядом но примеру облако слов вот о них мы говорили облако слов она может стать рекламным плакатом прочитанной книги если сделать вот такую примеру постер на который отражает этот рекламный плакат и название и все то главное о чем говорится в книге статическая картинка она не показывает возможности сервиса тагл в котором сделано это облако слов поэтому мне бы хотелось показать нет небольшой видео скриншот и я вас прошу следить за выделенными словами а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему-то я все время возвращаюсь назад. Именно вот такой смысл вложила Настя в облако слов. Именно таким образом она представила прочитанную книгу. То есть слова, вставленные в облако слов, они как раз отражают то, что она хотела сказать, прочитала и хотела показать другим. Но это всего лишь скриншот. А облако слов, вот я почему сделала скриншот, потому что облако слов как статическая картинка не отражает вот того, что можно выделить. То есть если же вы сделаете это облако слов в сервисе Taggle, то вы можете играть точно так же, такими же словами. Но это еще не все. Разным цветом, разным размером, разным шифром. А вот в эту колоночку последнюю Настя вставила ссылки на картинки, которые иллюстрируют ее облако слов. То есть не иллюстрируют облако слов, а это иллюстрации книги. То есть она нашла иллюстрации в книге и нашла иллюстрации в интернете. То есть каждое слово, если на него нажать, ведет в такой вот иллюстрации. А звук какой пропадает, которым я говорю, а у видео нет звука. Вот в такую таблицу конструктор можно внести слово по... То есть можно внести словами по одному слову, а можно внести целый текст. И вот таким образом Настя представила книгу. И таким образом мы, можно сказать, с ней наигрались. И онлайн с этим сервисом. Потому что она является интерактивным. Ведет туда, куда нужно. В общем, или к тексту, или к картинке необходимой. Вообще онлайн сервисов для создания облака слов достаточно. Например, в Wordly. Вот если вас пугает английский язык, вот сразу могу сказать, что пугаться это не стоит. Потому что все онлайн сервисы, они все англоязычные. И нужно привыкать. Просто-напросто работать. Интуитивно. Либо переводя слова. И это не займет так много времени. Возможно, один-два раза. А затем уже вы будете действовать просто автоматически. И дети точно так же очень легко схватывают. Ну вот насчет Wordly. Мне кажется, мне кажется, в Wordly более знаком вам. Вот этот сервис для создания облака слов. Вот если вы в нем работали, поставьте плюсики. Я посмотрю. Потому что в вопросе облако слов-то звучало. Ну, то есть есть много людей, которые здесь побывали. С разными идеями. Ну вот, работать в нем легко. Совершенно легко. Здесь единственное, есть какая-то заковыка. Когда вы первый раз открываете этот сервис, он требует установить плагин. Но если он этого требует, то установите. Если он спрашивает, запустить ли его один раз, запустите один раз. Но без этого плагина делать так-то не пойдет. После того, как плагин загружен и все работает, нужно нажать слово «Создать». И после этого открывается окошечко для того, чтобы вы внесли сюда свой текст. Текст можно внести целиком. Всего три действия получается. Создать, открыть окошко, внести текст. И вот всего три действия. И вот наша читательница Ульяна создает загадку в облаке из любимой книги своей. Аси Кравченко. Здравствуйте. Здравствуй, лошадь. Если вы вдруг захотите порадовать свою лошадку, вы ей цветы подарите. Желательно свежие сгрядки. Тюльпаны, нарциссы, пионы. Я забываю про стрелочку. Любым будет рада она от нежных цветочных бутонов в душе у лошадки весна. Подобные сервисы, они являются действительно для детей какими-то игрушками. Но дающими больше внимания к словам и их пониманию. Ну, а других, пока я не буду говорить о сервисах для создания облакослов, по-моему, на этот раз достаточно. Мы лучше двинемся дальше и покажем, как еще можно использовать. А, да, есть у нас еще одно облакослов. Например, если предложите своим читателям создать галерею любимых литературных героев, описать, описав их необычным способом. Их сверстникам будет над чем поломать голову. Да, возможно, и заинтересоваться персонажем. Вот последний вариант облакослов сделал такседа. Если я правильно говорю, да, Елена Григорьевна? Такседа. И на него есть ссылка. Вот в этом сервисе здесь тоже есть возможность создания интерактивных ссылок. Нет. Портрет это делается отдельно. То есть вы делаете, выбираете форму для своего облакослов. А портрет ну вот наш читатель встал уже в фотошопе. То есть подогнав именно под... А вообще вы можете в этом в этом сервисе можно загрузить свою картинку. Можно. И тогда она примет вот если бы здесь вот ну это уже доделанная картинка. Здесь бы было просто пустое белое место. А затем вот Никита просто-напросто подставил сюда своего героя и получился полноценный постер. Вот для него в этом сервисе оказалось самым интересным загрузить свою картинку и сделать постер посвященный любимому персонажу. Как видите разные читатели разного возраста могут выбрать для себя разные варианты выражения. Либо это будет загадка в Орле, либо это будет постер такседа. Но тем не менее возможность выбора есть. Если мы двинемся дальше мы увидим, что тот же читатель, сделавший у нас постер читатель Никита, факты биографии своих любимых героев изложил с помощью лент времени, сделанных в разных сервисах. Ключевые даты Шерлока Холмса Венинг Тайм. А доктор Ивасцине в Диппете. То есть это лента времени. Мы перешли к ленте времени нечаянно вот так. И если Елена Григорьевна вам даст ссылку на страницу Никиты, если она в ней есть, то там видно, что но кстати сайт Google эти ленты времени как таковые вставляются только с ссылками, но по ним можно перейти и посмотреть их целиком. В дальнейших планах этого читателя соотнести деятельность вот этой детективной, известной детективной пары с делами других английских сыщиков, героев книги не только Холмс. Возможно эта работа будет сделана в форме инфографики. Никит пока читает внимательно вот эту толстенную книгу, поскольку она его заинтересовала и есть проблемный вопрос. Почему не только Холмс? Теперь мы постепенно перейдем к инфографике. Мы очень быстро идем. Мы не разбираем сервисы. Елена Григорьевна дает ссылки на инструкции и на готовые работы. Поэтому кто не знаком еще с тем или иным сервисом, может познакомиться с ним самостоятельно. Ну а если говорить об инфографике в качестве визуализации текста, то это возможно самый интересный, но и очень сложный творческий труд. Инфографика это способ быстрой и четкой подачи информации, данных и знаний. Главные принципы здесь наглядность, ясность понимания, но и вовлечение читателя в игру, используя это внимание и любопытство. Желание разгадать яркие картинки и добывать таким образом знания. В сети есть много материалов об инфографике. Чтобы например вы можете их читать долго, выбирая каждую статью, а можете перейти вот по этой ссылке здесь есть если Елена Григорьевна даст, то вот это инфографика об инфографике. То есть что она из себя представляет. Вы можете посмотреть примеры литературной инфографики и кстати рассмотреть там удачные и неудачные примеры. Это уже где-то возможно где-то на ваш вкус. Есть отдельные видео уроки где рассматриваются неудачные примеры инфографики. то есть сегодня мы не можем всему этому посвятить свой вебинар. Все-таки у него другая цель. Есть такой проект поэзии инфографики он ссылочка здесь есть и она ведет на страницу ВКонтакте. Это такой проект поэзии инфографики и уйдет какие-то ребята я честно говоря не знаю но я рассматривала некоторые работы и им кстати тоже там достается очень много критических замечаний люди обсуждают удачные или неудачные например пример есть разные но тем не менее тут видать творчество не остановить каждый выражает как может хотя есть конечно определенные принципы создания инфографики вот если вы увидите здесь по ссылочке перейдете потом то прочитайте это делали специалисты как я повторяю мы небольшие специалисты в инфографике и то что мы делаем с ребятами можно конечно раскритиковать впох и вправ но тем не менее мы этим занимаемся есть мастер-класс литературная инфографика Наталья Кубрак в Викисибириаде где пошагово собрано то есть можно пройти пошагово изучив все материалы и рассмотрев примеры и рассмотрев сервисы опробовав пробовать создать свою если конечно есть такой интерес а ссылку на поэзию мне кажется Елена Григорьевна должна дать вот к этому слайду Елена Григорьевна вот народ просит ссылки они есть Елена Григорьевна даст ссылки обязательно они очень интересные эти проекты их стоит посмотреть ну а я пожалуй расскажу ну да вот если говорить о о том как работать над инфографикой то можно для себя определить некоторые этапы это это то что мы можем а изначально должна быть какая-то идея возникнувшая на основе прочитанного материала который нужно нужно очень хорошо изучить чтобы представить чтобы отобрать факты и цифры необходимые для инфографики найти нужные изображения и иконки придумать форму для того чтобы все это как-то оформить ну а форму можно найти с помощью онлайн сервиса какого-нибудь их много и есть много шаблонов которые вам возможно понравится и вы захотите с помощью его реализовать свою идею ну вот например некоторые из некоторые из сервисов с помощью которых можно сделать простую инфографику были в самом начале презентации вот например визме канва которые мы упоминали ну вот это инфограмм наверное изолей и пикточарт вот здесь вот есть ссылочка в презентации на целую статью специалиста который который изложил образовательные возможности редакторов инфографики их плюсы и минусы поэтому мы сравнивать их не будем если вы откроете вот эту ссылку вы человек уже все изложил и представил вот эти сервисы и то есть вы можете познакомиться очень много людей добрых которые дают много знаний дополнительных для нас нужно только уметь их выбрать взять получить захотеть ими воспользоваться один из самых простых онлайн сервисов это изолей понимаете мой английский язык он такой так что же можно с помощью его сделать ну вот смотрите он даже не требует а нет регистрации требует хотел вас обмануть значит все-таки мы заходим вот по этой ссылочке регистрируемся и дальше нам открывается целая коллекция шаблонов вот она множество выбираем то что нам кажется наиболее приемлемого для воплощения нашей идеи берем его и редактируем здесь есть множество вот таких вот объектов по разным темам ну например там животные люди природа это иконки их можно использовать далее вы просто заменяете текст заменяете изображение заменяете цифры сохраняете свою работу получаете код и вставляете свой вот такой результат на сайт блог либо еще какой-то веб-ресурс для каких-то ваших целей вот это вот я сделала просто для примера очень быстро из вот такой непонятной инфографики я не знаю о чем она была получилась вот такая вот инфографика рассказывающая в какие годы дед гест получил какие награды в инфографику какая бы она не была то есть вы на этом постере инфографики вы должны оставить свое авторство ссылку указать что это сделали вы возможно к вам будут предъявлены какие-нибудь претензии может быть и нет а может наоборот вас похвалят а может раскритикуют но тем не менее авторство нужно оставлять мне вот еще хочется показать работу нашей читательницы Тани Платонова Елена Григорьевна дала ссылку на ее страницу читательского дневника вот вот этот сервис инфограмм здесь тоже есть он тоже так же прост как и предыдущий ну вот как она его использовала когда ей нужно было показать что ей помогало конкретно выбирать книги в 14 году так же как в таблице Excel она заполнила цифры и столбцы и строки и получилось вот так что по школе за 14 год по школьной программе она прочитала здесь 12 книг это картинка но на самом сайте она динамичная то есть здесь все танцует и играет и еще вот своей таблице показательной значит вот так она разнесла все книги прочитаны в 14 году она добавила обложку любимой книги года если вы откроете страницу Тани на в ее дневнике то увидите что там добавлено еще и видео то видео которое Тане помогло увидеть эту книжку найти ее и захотеть прочитать можно ли распечатать то что создано в сервисах для инфографии конечно можно если вы сохраните как изображение можно сохранить как изображение и просто распечатать как обычную картинку а можно получить код ставить свой сайт а можно сохранить в pdf и тоже распечатать и будет очень красиво а нам пойдем к следующему сервису другая читательница Настя для создания инфографики о своей книге года выбрала сервис пикто чарт ну вот здесь вот мелко Алина Григорьевна дала ссылочку на всю такую объемную работу на которой видно всю красотищу то и здесь вот свои инфографики Настя решила что она должна указать другие названия этого произведения место и время действия вот они здесь указаны она указала ну здесь соответственно есть обложка и жанровый классификатор извините год издания книжки потом Насте еще хотелось показать что какие переводчики перевели на русский язык эту книгу а этап становления главного героя здесь она использовала диаграмму вот здесь не видно но эта диаграмма она динамичная если вы откроете ссылку посмотрите большую работу то поймете что она яркая все здесь работает и достаточно интересно кроме того здесь Настя дала ссылку на свою работу ну дала ссылку на на текст то есть где можно прочитать эту книгу в интернете и на видеоверсии вот этого произведения ну и конечно же оставила свое авторство вот такой пиктачарт если вы успели открыть эта работа называется для души как я уже сказала книга года каждый представлял свою книгу года если предыдущая девушка у нас представила книгу одиночка то Настя для Настя была книга года волшебник земноморья и поэтому она добавила еще к своей на своей странице к этой работе вот такую интерактивную карту интерактивная карта сделана в сервисе Клоссер подробную инструкцию на работу в этом сервисе она есть и Елена Григорьевна даст ссылку на эту статью но если кого заинтересует именно эта карта поставь вот это карта сказочной стороны вот таким вот значком очень легкими движениями Настя поставила в нужном месте отметки и снабдила их описанием как работать это очень богатый такой сервис и вот Настя использовала его по минимуму можно сказать мастер учится в восьмом классе эта работа как я уже сказала очень простая вот с разными программами нравится работать разным детям вполне возможно выбрать можно дать им возможность выразить себя в том или ином сервисе как я уже сказала они все очень легкие здесь дело в другом здесь дело чтобы была хорошо прочитана книга чтобы была идея с помощью которую ребенку хотелось бы воплотить в той или иной форме а сервисе мы найдем веке сибириаде есть целый мастер-класс веры Павловны Карповской посвященные созданию виртуальных туров вот предыдущий слайд его можно считать виртуальным тура пусть он несовершенен до конца пусть он очень прост но можно делать совершенно шикарные виртуальные туры и вот в мастер-классе веры Павловны Карповской в веке сибириаде вы найдете обширный материал который с помощью которого вот то есть если изучите весь этот материал вы сможете подбирать и анализировать информацию для дальнейшего использования виртуального туре создавать карты планы схемы для прокладки маршрута виртуального тура создавать и встраивать виртуальные туры на странице ваших блогов и сайтов и использовать их в работе с детьми и привлекать к самостоятельному созданию подобных продуктов по прочитанным книгам вот здесь на этом слайде вы видите название сервисов с помощью которых можно делать виртуальные туры и каждый из этих сервисов имеет свои возможности имеет свои какие-то плюсы свои минусы и конечно я не буду они сейчас вам рассказывать просто просто все будет тогда в кашу смешано я отсылаю вас на мастер-класс Веры Павловны Карповской в котором эти сервисы подробно описаны даны инструкции и все ссылки и есть примеры и спасибо большое Вере Павловне вот за этот материал которым мы все можем пользоваться Карты особая тема для меня я не знаю как для вас можно сказать я завидую сегодняшним подросткам которые имеют возможность в любое время заглянуть в то место в котором происходят события книги то есть на карту в детстве меня всегда огорчали книги без карт мне обязательно нужно было знать пути передвижения героев дополнительные сведения я искала в географических атласах и энциклопедиях вот мне лично это нужно для полноты понимания того что я читаю и сейчас и я часто вижу это узнаю таких ребят среди наших читателей я их узнаю как родственные души и которым тоже необходимо дополнительные сведения которые могут давать карты и какое счастье что у нас сейчас есть такая возможность одним кликом заглянуть именно в то место описанное в книге вот сейчас я почти без перехода начну историю другую ну не другую последующую например вот послушайте какие чувства испытывал подросток аутист впервые в одиночку выехавшись за пределы небольшого городка ну если вы с первых слов узнали книгу о которой я говорю можете написать название в чате необходимо пройти вместе с ребенком этот путь чтобы понять что помогло ему преодолеть полные опасности и страха путь сначала по железной дороге затем вот здесь затем лондонском метро и наконец по рутине улиц и домов немалая доля успеха этого путешествия умение героя пользоваться визуальной информацией это схемы карты указатели главный герой книги Кристофер герой книги Марка Хеддена загадочное ночное убийство собаки он привык узнавать мир именно таким образом по карте лисящей на стене по схеме в которой он разбирался лучше чем в отношениях с людьми и еще ему очень пригодился навык создания собственной графической визуализации Кристофер пишет свою книгу дополняя ее рисунками схемами графиками именно это помогает ему выражать мысли на бумаге и именно это помогло ему самостоятельно съездить по железной дороге в Лондон и дало ему уверенность в том что он сможет все в своей жизни это я к тому о значении о визуализации но не о полном смысле этой книги конечно же так что Google Maps в помощь всем читателям следующим за литературными героями на географической карте на карте на литературной карте которые мы создаем по следам литературных героев можно отметить фрагменты из произведений картины художников об этих событиях фотографии ссылки на интернет ресурсы аудио видеокниги как же создать литературную карту во первых мы внимательно читаем выбранные произведения затем создаем карту Google размещаем на карте основные на карте точки мест описанных произведений можем создать маршруты передвижения литературных героев и затем уже к означенным точкам вставляем иллюстрации текст ссылки фотографии все что мы хотим на прошлом вебинаре я обещала показать литературную карту от Матвея ученика четвертого класса вот любитель как раз книги Жюля Верна пять недель на воздушном шаре Матвей читал эту книгу для него это была книга года кстати говоря на его странице читательского дневника есть видео где он читает рассказывает об этой книге мне даже не нужно было ему предлагать сделать эту карту он сразу же сам ухватился за эту идею ну и причем ему было интересно именно создать карту путешествия вот по Африке его интересовали вот эти все загадочные названия места которые писал Жюль Верн ему хотелось бы узнать о них что-то более реальное и вот он самостоятельно отметил на карте Африки все места на которых побывали герои для этого он кстати взял книгу перечитал заново выписал все эти места взял карту то есть создали карту мы вместе но я не успела зайти до дому с работы когда уже дома увидела что на карте стояли метки Матвей дома самостоятельно их уже наставил на метке было добавлено чтение фрагментов книги на фоне соответствующего изображения и надо сказать что Матвей этим не ограничился в процессе создания своей карты он прочитал несколько дополнительных статьй об африканских городах нашел значение нескольких слов и получил некоторые технические навыки записал свое чтение с помощью диктофона сообразил как соединить аудиозаписи с картинками в программе киностудия Windows Live и чтобы получились ролики такие какие получились и поэтому я сейчас хочу вам показать я просто должна показать вам это видео хотя бы немножко только вот я маленько забыла где он находится но не это и не это восемь восемь четырнадцать может же вот это путешествие начинается на восточном побережье Занзибара на эту метку Матвей решил поместить только текст в качестве эксперимента а вот последние последующие метки он озвучил по озеру точно по морю ходили огромные пенистые валы при виде возникавших после затишья гладких как бы масляных волн которые долго поднимались на одном и том же месте доктор определил что озеро это имеет большую глубину надо сказать что за все время пролета на нем было замечено всего два грубо выдолбленных челмака это это озеро пояснил доктор долго служит по всему местоположению естественными водоемами всех больших рек восточной Африки небо возвращает ему в виде дождей то что забирает у него истоки в виде испарений я почти уверен что не уберет начало именно где-то тут Матвей читает быстро потому что он сказал что привык читать быстро в школе до школы и Джо даже заснул он проспал бы до утра если бы вдруг его не разбудило ощущение откуда-то появившейся сырости вскоре в хижине появилась вода быстро поднявшись ему до пояса что такое громко проговорил он наводнение ливень пытка ну уж во всяком случае я не стану дождать пока вода поднимется мне до горла и причем вышли в стену Джо учтился где же в самом улице то что не бывает как не бывало за ночь он погнился в воду и на его месте было одной какой-то схемы плохой край для земли сначала работы может быть библиотеки взмахнув руками снова опустился в ход своего искусства павца Джо освободился из плена благодаря явлению нередкому на озере Чад ни один из островов ни один из островов казалось бы конкретно Матвей делал дома свою работу поибрежным племенам время от времени приходилось сдавать приют несчастным жителям исчезнувшего острова которым удавалось спастись мы знакомы с сервисом но не так подробно как вот сейчас я рассказываю на вебинаре когда я рассказывала о сервисе Матвея он говорил так понятно он говорил так мне все понятно буквально вот таким образом мне не приходилось ничего объяснять так подробно как я рассказываю взрослым на сервисах детям я так не рассказываю они понимают буквально я говорю на уровне так так все ясно они действуют на уровне интуиции англоязычные сервисы это не я не могу даже сказать насколько это все не важно честное слово вот сейчас кстати говоря вот пока я рассказывала я может быть кто смотрел до конца заметил что последний последнюю метку Матвей просто напросто не озвучил ему он или устал ему надоело вот так он сказал но или не хватило терпения ну вот сейчас мы должны вместе с вами я смотрю что у многих уже не хватило терпения до конца вебинара дойти но тем не менее оставшимся видимо придется выполнить задание вебинара и прямо сейчас мы должны все вместе создать коллективную карту под условным названием книги наших городов и поселков вот на этом слайде написано как добавлять места на карту карта это уже создана Елена Григорьевна даст ссылку сейчас на нее на эту карту вам нужно будет войти в нее в панели она доступна для всех в панели поиска записать название своего города и поселка и улицы и дома так как многие из одного города и да но смогут те у кого есть аккаунт в гугл затем поставить метку на карту и ее отредактировать карта у нас уже создана сюда нужно здесь задание это другое здесь нужно разместить на своей точке книгу изображение обложку книги изданной вашей области вашем городе или вашем поселке и дать ссылку на интернет источник но точку нужно назвать своей фамилии только таким образом мы сможем узнать кто из участников выполнил задание сейчас я покажу видео как нанести метку на карту да это сейчас нужно будет делать после просмотра видео и ее отредактировать открываем нашу карту после по той ссылке которую дала Елена Григорьевна пишем название своего города или поселка и улицу и дом если вас четыре человека я не знаю как вы будете честно говоря выполнять можно делать несколько меток ну вот вот пример вот я пишу название своего поселка ну тогда без улицы делайте видите он поставил он нашел мое место к нему я прикрепляю метку которая пока еще называется точкой вы видите вот точка 1 теперь мне нужно ее отредактировать я нажимаю на карандашик и вместо точки 1 пишу свою фамилию а вы пишите свою каждый участник тот кто хочет выполнить задание далее я пишу место своего проживания то есть место моего нахождения дальше я редактирую свою метку посмотрите нажимаю нажимаю на карандашик вот в этом пустом месте можно нажимаю на значок видео ссылка на изображение вставляю сюда выходит картинка прекрасно я могу сюда добавить текст на эту метку так как он у меня готов то я его просто копирую сюда же я вставляю ссылку на тот источник откуда я взяла этот материал и обязательно сохраняю все моя метка на карте создана и отредактирована это я показываю просто потому что готовую это видео вы можете смотреть хоть много раз насчет текст ну конечно можно копировать текст из ворда можете копировать его откуда угодно вот пока на этой нашей карте которая называется книги наших городов и поселков есть только одна метка поставленная мной на ней фамилия место место то есть моего положения обложка книги аннотация и ссылка на нее а а по-русски 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 по-русски